Здравствуйте! Рынок портативной акустики уже, казалось бы, переполнен и найти какой-то свой идеальный вариант по соотношению цена-качество не проблема. И да, действительно, если вы смотрите колонку в бюджете 200-250 долларов, то вариантов более чем предостаточно. Но если говорить о более бюджетном сегменте и ужаться до 100 долларов, то придется чем-то жертвовать и идти на какой-то компромисс. И вскоре вы поймете, почему мы выбрали именно эту колонку для сегодняшнего обзора, а именно Sven PS650. И хотелось бы начать с ее размеров, которые на грани между средней и большой. То есть 47 сантиметров по ширине и 24 сантиметра по глубине и по высоте. На первый взгляд, так визуально может показаться, что колонка будет тяжелой, но по факту ее вес чуть меньше, чем 4 килограмма. И мощность 50 ватт. При этом, в отличие от флагманских JBL, либо же Marshall, громкость и мощность при работе от аккумулятора и при работе от сети будет идентичной. То есть упадка громкости при работе от аккумулятора не будет. И сразу же по динамикам, динамиков всего 4. Два низкочастотных и одновременно с тем среднечастотным. И два твиттера, которые могут на первый взгляд показаться фиктивными, особенно на картинках. Но по факту нет, они реальны и они работают. Что касается входа-выхода, в самой колонке, блин, ну все как-то, знаете, так по-богатому, как говорится. Естественно, есть Bluetooth, при этом можно подключить сразу же несколько устройств, чтобы они играли попеременно. Есть линейный выход, есть слот под карты microSD и полноценный USB-вход для флеш-карточек. Также есть и встроенное радио. При этом, как дополнительная функция самой колонки, это караоке. То есть есть отдельный вход под микрофон, есть регулировка громкости в самом микрофоне и дополнительный эффект эхо. Так как, возможно, кому-то он будет интересен в данном режиме. А теперь хотелось бы перейти к панели управления вообще. Что есть, зачем столько кнопок? Сразу же слева мы видим много цифровых от единицы до девяти нуля. Нам они нужны для того, чтобы запоминать радиоволны и нажимать их непосредственно. Либо же номер трека, если вы слушаете музыку с непосредственно флешки, либо же с карточки. Также есть небольшой экран, на котором отображается вся максимально необходимая информация. То есть сам выход. С правой же стороны тоже очень много всего. Здесь есть, естественно, клавиша для переключения самих источников, для работы с эквалайзером. То есть эквалайзер что из себя представляет? Вы можете регулировать высокие частоты и низкие частоты. Но, как показывает практика, не нужно этого делать. Пускай все будет по нулям. А также отдельные клавиши для управления с радио. Теперь по материалам самого корпуса. Ну, естественно, это будет пластик. И, что самое главное, в нем нет такого, знаете, исконно китайского ядреного запаха. Колонка находится на расстоянии тут, наверное, сантиметров в десяти от меня. Или сколько. Неважно. Но при этом я не чувствую никакого запаха. И по самой сборке, то есть тоже все сделано хорошо. Когда вы берете колонку в руки, либо же просто используете, нет никаких тресков, нет никаких звуков, которых не должно быть. И единственное, что не понравилось, это слишком звонкое нажатие клавиш. То есть вы нажимаете на кнопку и прям вы слышите этот звук. Как-то немножечко кажется странным. И понемногу пора переходить к самому звучанию. Перед этим стоит сказать, что аккумулятор 4000 мАч. И сколько она работает автономно, так до сих пор не удалось проверить. Потому что всегда ставишь ее на зарядку уже просто на автомате. То есть понимаешь, что шесть часов отыграло, ну вроде как нужно поставить. И в итоге не разрядили ее полностью ни разу. И вот теперь по звуку. Два сразу же важных момента. Во-первых, мы, естественно, сделали запись звучания самой колонки. И в конце видео будет все это присутствовать. И при этом сравнили с двумя записями от колонок Marshall Killburn второго поколения и Tafton. И да, эти две колонки в разы дороже. Но при этом такое сравнение вполне адекватно. Потому что как минимум по середине Sven будет намного лучше. Да, ну стоит признать, что это косяк именно Marshall середина. Но по звучанию ты понимаешь, что в какие-то моменты действительно эта колонка будет звучать лучше и интереснее. Короче, вы все это сами услышите и поймете, о чем идет речь. И второе, в плане именно звука, колонка требует объема. То есть не стоит ее ставить на расстоянии 30-40 сантиметров от своих ушей. Потому что иначе низких частот не будет и высокие частоты будут пилить вам прямо в уши. То есть по-хорошему она требует хотя бы 2-3 метра для того, чтобы вы воспринимали звук правильно. Также было немного неожиданно то, что когда мы вынесли колонку на улицу и решили послушать ее там, было понятно, что все равно низкие частоты будут растворяться. Потому что когда вы слушаете колонку в помещении, это есть какие-то отражения волн и в итоге кажется, что вот как-то низких частот больше. Но при этом их все равно оставалось в достаточном количестве. Теперь о характере звучания самой колонки. Ее невозможно назвать ни с темным звуком, ни с светлым звуком, потому что как таковых явных перекосов нет. И теперь уже непосредственно по частотам. Низкие частоты. Они есть и при этом в характеристиках указано, что нижняя граница в частот 45 Гц. И при этом да, в это веришь, потому что колонка старается отыграть в суббас. То есть если какие-то инструменты прям уходят глубоко, то пусть не на той громкости, которой должно быть, но тем не менее колонка вытягивает эти частоты. И при этом бас ни в коем случае не бухающий, не медлительный. Он вполне адекватный. И да, с учетом мощности, конечно, его хотелось бы больше, потому что ты все равно уже сравниваешь колонку не с каким-то портативом, а с полноценными, теми же там Microlab Pro 1, например. То есть тот, с чем хочется уже сравнить. И, естественно, по низким частотам будет уступать этим колонкам. Но при этом вы не получите вот этого вот неприятного бухающего звука, как в том же Charge 4, например. Далее по середине. Середина порадовала в первую очередь тем, что она полноценная. То есть она не ужата, она не выпечена куда-то на передний план. И здесь все дело в том, что 10 сантиметров это как раз-таки вот размер для хорошего среднечастотника. Для того, чтобы не было каких-то искажений и было проще достичь именно правильного результата. Поэтому в первую очередь по мужским голосам, по женским голосам они звучат натурально, ты в них веришь. И ты, когда слушаешь музыку, не думаешь о том, что ну да, это все-таки относительно бюджетная колонка и тут она так звучит. Ты просто слушаешь голос, потому что вот ты ему веришь. И ты дальше не хочешь его как-то анализировать. Если бы мы говорили уже о колонке стоимостью 500 долларов, то да, естественно, стоило бы сказать дальше, что ну конечно, да, по микродетальности могло быть лучше, могло быть правильно. Но для колонки, которая стоит 100 долларов, это замечательный результат. Середина правильная. Теперь высокие частоты. Конечно, и от помещений будет во многом зависеть от правильного расстояния. Но если колонка будет находиться на верном расстоянии, то есть приблизительно 2 метра, то количественно высокие частоты как раз-таки пропорциональны середине и пропорциональны низким частотам. Единственное, что в некоторых жанрах, особенно в очень таком агрессивных, очень агрессивных жанрах, как в хардкор и прочее тут, чтобы так уже не зациклился на каких-то жанрах, да, иногда высоких частот бывает многовато, это чувствуется, но и опять-таки эквалайзером, если вы захотите, то вы это уберете, потому что это уже чистейшая вкусовщина. И как для меня лично колонка понравилась. Я понимаю, что я хочу ее просто оставить, потому что звучание нравится, нравится то, что это не просто колонка, которая стоит дома и все, ты можешь ее куда-то вытянуть и слушать ее вне дома, вне помещения и можешь куда-то перемещать. Так что вариант определенно интересный, из каких-то минусов, которые были бы значительными, ну, сложно, да, это все-таки пластик, пластик относительно простенький, то есть те же маршалы, там, это уже что-то под кожу сделанное, оно смотрится дороже, смотрится более премиально. Подсветка для кого-то это сразу же как огромный минус, но нет, здесь подсветка вполне вменяемая, она не агрессивная, не отдает какой-то китайщиной, и опять-таки ее также можно без проблем выключить. По звучанию уже, в принципе, все было сказано, и вы сейчас сами ее услышите. По-моему, все более чем достойно, поэтому послушайте обязательно, ну, конечно, нужно послушать, и присмотритесь к этому варианту, потому что она того достойна, чтобы послушать, посмотреть и выбрать. Выбрать это уже исключительно на ваше усмотрение. Поэтому вам большое спасибо за просмотр, если понравилось данное видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, если вы не подписаны, и до скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...